Здесь обсуждается очередной актуальный вопрос, как правильно оказывать психологическую поддержку и помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Организатором встречи выступил штаб общественной поддержки «Единой России». На встречу пригласили клинического психолога из Луганска, которая успешно работает в этом направлении и делится практическим опытом с другими специалистами. Фонд «Защитники Отечества» – это специалисты Министерства труда и социального развития, которые работают с населением, представители Красного Креста. Главврачи военных госпиталей и их специалисты, которые работают с бойцами – это практикующие психологи, которые уже сегодня есть в Новосибирске, работают. К тому же по видеосвязи подключились общественные приемные партии из 30 регионов и городских округов Новосибирской области, а также социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» и многие другие. То, что психологическая помощь нужна, наши специалисты знают и не понаслышке. Очень многие члены семьи, супруги, мамы обращаются за психологической помощью, потому что многим тяжело пережить это в семье, особенно члены семьи погибших, участников специальной военной операции. Зачастую психологическая помощь требуется и детям. Клинический психолог Анна Лисицына такие обучающие семинары проводит по всей стране. Ей есть о чем рассказать и чему научить, ведь с бойцами и их семьями она работает давно и плотно. Мы готовим сейчас семьи, какие ребята придут, какие будут отношения в семье, как необходимо выстраивать, как дать поддержку, потому что первое место, куда вернется бойцы, наши герои, это семья. И вот очень важно создать эту необходимую атмосферу, объяснить женам, например, элементарные вещи, что нужно не обижаться. Первое время необходима особая коммуникация, особые виды поддержки. Поддержка и понимание нужны, потому что практически все участники боевых действий психологически надломлены. Даже если у него не будет посттравматического стрессового расстройства, но у него будет симптоматика боевого стресса. А симптоматика боевого стресса это гипербозбудимость, нарушение сна, нарушение когнитивных процессов. То есть людям сложно сосредоточиться, сложно в целом выстраивать коммуникацию, потому что психологическая травма, она откладывает отпечаток на всю психофизиологию мозга. А потому бойцов надо постепенно возвращать к последневной жизни. И теперь участники проекта «Психологическая поддержка участников СВО и их семей» от Анны Лисицыной знают больше о том, как поддержать военнослужащих и наиболее успешно адаптировать их к жизни вне войны. Продолжение следует...